Дорогие друзья, Чернобыльская авария изменила судьбы миллионов. Для белорусского народа она, к сожалению, стала национальным, экологическим, экономическим и социальным бедствием. Более трети всех радиоактивных загрязнений заняли почти четвертую часть нашей территории. Это около четверти лесного фонда, более ста месторождений сырья и минералов, это 265 тысяч гектаров плодородных земель и 340 промышленных предприятий. Суммарный ущерб составил почти 33 бюджета республики 1985 года. Масштаб последствий для здоровья людей, как говорят врачи, нам еще предстоит определить. В нашу жизнь пришло страшное понятие – зона отчуждения. Мы в одночасье узнали, что на этой земле нельзя было сеять и собирать урожай, нельзя было дары лесов приносить домой, потому что таили опасность. В реках нельзя было купаться и ловить рыбу, а в деревне тогда было опасно жить. В мирное время мы узнали, что такое боль потери родной земли. Остановилась жизнь почти полутысячи населенных пунктов. Более 300 тысяч человек потеряли свои дома. Вы знаете, что из-за границы нам советовали закрыть эту часть страны на замок. Но Чернобыльский удар, наоборот, сплотил нас, белорусов, в стремлении сохранить этот край и сделан нас сильнее. Мы вспомнили урок, завещанный нашими отцами и дедами – никогда не сдаваться и не вставать на колени. Поэтому каждую весну, в эти памятные дни, я всегда здесь. Чернобыльская катастрофа прошлась катком по моей судьбе, как и по многим судьбам стоящих здесь людей. Тогда вы думали о своей семье, о себе, о будущем. А мне пришлось думать не только о вас, о стране. Об огромной территории, о которой я только что сказал. И самое тяжелое для меня было тогда принять решение, что мы отсюда не уйдем. Я делал все как человек и президент для того, чтобы вас убедить, что нельзя нам отдать этот прекрасный край. И каждую весну, одну-две недели, а также летом, осенью, я не только наблюдал за тем, что здесь происходит, но и жил. Это была часть моего решения, чтобы люди не сказали, что я сидел в Минске, пытаюсь агитировать всех вас жить здесь. И вы знаете, я счастлив вспоминать эти годы. Потому что это время показало, что мы приняли правильное решение. Мы правильно решили не отдать эти земли. И я рад встречаться сегодня с теми людьми, с которыми четверть века назад я столкнулся. Еще молодыми они были, сейчас им уже за 80 некоторыми. И я счастлив, что они живы. Это как символ, как пример того решения президента и вас. Тогда было это решение непростым, но мне его пришлось принять. Мы будем делать все для того, чтобы населенные пункты, не только районные центры, поселки, но и агрогородки были в таком вот хорошем состоянии. Вы молодцы. В 2018 году вы потрудились и привели в порядок свой городок. Дальше надо развиваться от центра. Об этом мы только что говорили с руководством области вашего района и районов соседних. Здесь будут жить люди, будут жить хорошо. И мы для этого сделаем максимум. Сегодня наступил третий этап. Мы должны создать такую программу, чтобы этот регион получил серьезное развитие. Чтобы люди понимали, где они будут жить и как они будут жить. Чтобы люди понимали, где они будут работать и что это будет за работа. Мы определились, что кроме сельского хозяйства, лесозаготовок, лесовосстановления не только в Брагине и рядом, но в зоне заповедника мы должны произвести такие работы, чтобы от этого была польза. Для этого надо построить предприятие, которое будет перерабатывать эту продукцию. А для сельского хозяйства надо построить самые современные комплексы животноводческие с роботами. Потому что людей здесь мало. И надо строить комплекс, чтобы робот доил коров. У нас таких, наверное, около сотни по стране. Я сделаю все для того, чтобы, если вы определитесь где-то в этих трех районах, построить такой комплекс и оказать вам поддержку. Время выбрало нас сделать все для того, чтобы возродить эти земли. И вы знаете, что развитие региона, создание условий для жизни и работы людей все это время у меня на контроле. Так будет всегда. Даже в Нищенске, если вы помните, 90-е годы мы находили деньги на помощь пострадавшим людям на оздоровление, строительство новых домов для отселения, на научные исследования, возведение специализированных медицинских центров, на восстановление загрязненных районов. Мы реализовали пять государственных чернобыльских программ, улучшая луговые земли, проводя в порядок населенные пункты, создавая современную инфраструктуру, мы возвращали к жизни гектар за гектаром. Сегодня мы видим, что количество населенных пунктов с превышением допустимых уровней радиационных проб снижается. Но главное, мы производим сельскохозяйственную продукцию, в том числе, которую мы можем употреблять в пищу. Здесь живут люди, создаются семьи и рождаются дети. Дорогие друзья, возрождая жемчужину нашей Беларуси, Полесье, любимый мой край, вы это знаете, мы с вами достигли огромных успехов. Но еще предстоит сделать больше, чем мы сделали. Я твердо знаю, что вместе мы эти задачи сможем решить. Мы сделаем все, чтобы в ближайшем будущем след техногенной катастрофы остался лишь в исторических хрониках и памяти о героях-ликвидаторах. Субтитры создавал DimaTorzok